Итак, всем привет дорогие подписчики, с вами Drondon И сегодня мы будем играть в Smite Для тех, кто не знает, это игра жанра RPG Но есть тут некоторые элементы доты Сейчас вы это сами увидите Я нажал на практику, потому что игры он тут находит очень долго Поэтому мы поподтикуемся, плюс Вы увидите, что из себя представляет управление, да и графика в принципе По графике могу сказать одно Это не Battlefield, как вы уже поняли, но и не Minecraft То есть играть можно, глаза не режет Она что, науки играет? Вот, смотрите, какая секси Ну ладно, что-то я отвлекся Нажимаем Lock-in И ждем загрузки Так, ну что же Вот наше обучение Игра английская Для американской Не знаю, в общем, не русская Здесь нет русского паба Плюс Абсолютно весь интерфейс на английском языке Это просто мука для меня Для того, кто не дружит с иностранными языками Вот то, что мне сейчас сказали Я вообще ни слова не понял О, у нее еще и лук складывается Вот эти метки, если по ним идти Успевать по ним идти То наш персонаж будет немного ускоряться Насколько я понял Или это просто... А, нет, ускоряется Смотрите Ух ты, он еще и прыгать может Ух ты, ух ты, ух ты Смотрите, смотрите, смотрите Я скачу, я скачу, я скачу Ладно Так А, кстати, смотрите Можно стрелять куда угодно Нет, свой трон разрушить нельзя. Да, это, кстати, трон. Нет, вон трон. Это последняя сторожевая вышка. Линия здесь только одна. Средняя. По крайней мере, в этом обучении. Но что-то я смотрю, еще по бокам есть линия. О, левеллап. Вот нас просят нажать F1, чтобы разблокировать. Ну, это я уже знаю, я уже прошел это испытание. Нас просят разблокировать первый скилл. Вот, как вы видите, стоят четыре крипа в ряд, и копию скилла Виндры из Долты 2. Сейчас избавимся от мелких, надоедливых букашек. Так. Так же у нас в этой игре нет такой надобности покупать свитки телепорта. Мы можем просто номер B, или русская И, и просто вернемся на базу. Так же есть в шопе. В шопе есть вкладочка рекомендованная для игроков Дота 2. Это знакомая вкладка. Для тех, кто в танке, я могу рассказать, что в этой вкладке нам показывают вещи, которые советуют нам сама игра, либо разработчики, либо, не знаю, бог. Вот, нас попросили купить меч, мы это сделали. Он добавляет нам плюс 10% к скорости атаки. Это мне... На 10% надо быстрее кликать по мышке. Ну, ладно. Hand of the Gods. Я не понимаю, что она делает, но довольно-таки неплохой итем. Точнее, я не понимаю, что написано в описании, что она делает. Но принцип работы, я его понял. Сейчас я вам это прочитаю на лагере Нит Крепов. Еще нас просят купить ленку на хп. Ну что ж, мы ее купили. Смотрим все итемы. И там вас довольно-таки немало. Интерфейс шопа у нас похож на League of Legends. Поэтому те, кто играет в WoW или WoW, думаю, не будут испытывать особого затруднения в покупке вещей. Ну, разве что в переводе граф. Так, в основном, никаких сложностей я не вижу пока что. Это лагерь нейтральных крипов. И, как вы видите, Дамаж Кэмп написан. Как я понимаю, это Дамажный лагерь. Мы нажимаем итем, который мы купюшопе. В списке активных. Сейчас у вас стрелочка указывает. Подходим. Ловим всех крипов в область действий. Нажимаем левую кнопку мыши. Пац! И никого не осталось. Довольно неплохо. Нет, честно. Действовал бы он еще на героях? Сейчас нам надо съесть здоровье. Зачем? Я не понимаю, у меня фулл хп. Ну ладно. Ну ладно. Как скажете. Бац! Герои слили. Это печально. Как вы видите, вокруг меня крутится этот красный шарик, ёжик, мини. Не знаю, как это назвать. Воу. Но... Но... Знаю одно, что он добавляет нам дамага. Но только сколько дамага он нам добавляет? Я не пойму, потому что я не могу еще разобраться в этой игре толком. Так, мы попали в область действия вражеской башни. Но почему-то она не била. Хотя был ближе всех. Ну ладно. Начинаем дамажить башню. Башню. А вот он их герой. И вы смотрите, он на меня идет. Не трогай меня. Отстань от меня! Отстань! Я все маме расскажу. Что я сказал? Вот так-то. First Blood. Я забрал ФБ на боте. Все, ребята, я проигрок. Пора мне на Интернашнл поснимать. Все, ладно. Продамажим нашу цель. Помогите, оставь вашего миньона оставить в атаке. Красивый шеникс. Интересно, дядь будет плавать, если я от вас стрельбу? Не, так не интересно. Ооо, какой дядя. Посмотрите, вы посмотрите, что он делает! Не, ребята, это первая игра такого жанра, в которой трон дает отпор. По крайней мере, с которым я сталкивался, это первая. И, честно, я теперь буду всегда выбирать себе оранжевых игр, чтобы не подходить к нему близко и не получать лень. Не хочу быть разбавленным состоянием. Серьезно. Ну что ж, на этом наше обучение было закончено, насколько я понял. В следующем выпуске, если я все-таки найду игру, то снимать игры с другими игроками. Если игра будет не найдена, то создам игру с ботами, сам найду, как это сделать. Создам игру с ботами и засниму вам свой прогресс в познании этой игры. Ну что ж, всем до скорого!